Хамба-хамба, вот и он. И выглядит шикарно. А я уже четыре месяца не занималась сексом. Ну хорошо, шесть. Почему я сказала, чтобы он меня больше не приглашал? Я идиотка, идиотка. А Ник, как дела? Лола, любимая. Я устал слышать «нет». О чём ты? О чём же? Я нас... Ник, мне столько раз причиняли боль. Конечно, это трудно. Решиться на свидание. Боишься, что тебе причинят боль и страдания. По крайней мере, я этого боюсь. Ты боишься? Постоянно. И у меня всегда так же. Главное, не торопиться, и всё получится. Это верно. Значит, свидание? Да. Когда? Спасибо, Фло. Не за что, славная попка. Что ты сказала? Я? Ничего. Точно? Да, сэр. Я лучше пройдусь. Не надо такси. Отличного дня, сэр. А попка у тебя, как у инспектора шафта. Эх, я бы с таким развлеклась. Эй, смотри, куда идёшь. Всё в порядке, сэр? Всё хорошо, хорошо. Я выключила кофеварку. Помню, я к ней подходила, но выключила ли я её, не уверена. Лампочка горела, а вот повернула ли я выключатель? А что, что? От одного поцелуя лесбиянкой не станешь, правда? Что? Два маленьких тоста — 150 калорий. Плюс масло — ещё 150. Эстроген полезен для сердца, но вреден для груди. Что? Как там, мой малыш? Я заставлю его ко мне прислушаться. Хозяин, мне бы присесть. Привет. А, Лола, любимая. Поужинаем сегодня. Ник, почему ты мне не веришь? Я тебе совсем не подхожу. Капучино. Большой или средний стакан? Большой. У меня всё большое. Следующий. Сегодня на работе меня ждут отличные новости. Отметим это где-нибудь, и я угощу тебя чашкой кофе. Ты что, забыл? Я работаю в кофейне. Да, что желаете. Привет, мне... А хочешь, я больше не буду. Извините, секунду. Если хочешь, я больше не стану тебя приглашать. Только скажи. Да, я так тебе и скажу, потому что я ведь актриса. То есть, пытаюсь ей стать. Так что, было бы совсем неплохо, если бы ты отстанешь от меня сейчас же. По-моему, у тебя стресс. Да, у меня стресс. Столько всего навалилось. Не будем сейчас об этом. Встретимся завтра здесь в 10.30. Это замечательно. До встречи. До встречи. Спасибо. Пока. Сэр, это гениально. Учись. Вот это шок. Какой милый парень. Простите, родительский долг. Ну что вы, ей 15? Да, да. А ее парню 18. Вам это не нравится. А, очень. Да. Он пригласил ее на выпускной вечер. Я был не против. Самое главное на выпускном платье. Вы это знаете? Разве? О, да. Купите платье, полдела сделано. Прямо как на свидании. Зачем я в это ввязалась? Ему пора идти. Ну все, я пошел. Постараюсь залезть к женщинам в душу. Понадобится помощь? Я обращусь к вам. Точно. Хорошо. Отлично. Она здесь долго не протянет. О, мне нравится вот это. Но у меня бедра широкие. А вот это? А, мне такие совсем не идут. Алекс? Открыто. Ну, скажи что-нибудь. Здрасте. Я отец Алекс, Ник. Здрасте. Здрасте. Мистер Пустой Холодильник. Даже с днем рождения в этом году не поздравил. Но что он там стоит? О, я только заглянул сказать, что я пришел, и я... У меня сегодня вечером встреча. Но я вернусь домой не поздно. А чего вы не закажете пиццу? Холодильник-то совсем пуст. И, Алекс, пожалуйста, выбери время. Мы сходим в магазин купить платье тебе на выпускной. Ах, как это мило. Вот бы мой папа так сделал. Я его обожаю. Сначала ты вышвырвешь Кэмерона, а теперь хочешь купить мне платье на выпускной? Ну, я был неправ. И очень хочу исправиться. Сходи в магазин. Ведь платье – это самое главное. Говорят, платье – это полдела. Наверное, он под кайфом. Отлично. Я выберу самое дорогое платье, туфли и косметику. А он оплатит. И давай сразу купим тебе косметику, туфли. Что скажешь? Тебе виднее. Это значит, да? Да? Да. Отлично. Ну, рад был познакомиться. Еще увидимся. Конечно. Пока, мистер Маршалл. Пока. У вас отличная квартира. Спасибо. Поред. У меня... Никогда еще такого не было. Ты такой внимательный. Такой понимающий. Ты удивительный. Ты поднимешься. О, да. Я его пригласила, а я к этому готова. Если я с ним пересплю, он подумает, что я шлюха и больше никуда не пригласит. Или решит, что может спать со мной, когда захочет. Какая разница. Он такой удивительный. Напоминает мою сестру. Ну, так что? Лола, я, конечно, поднимусь, если ты этого хочешь. Ты должна делать только то, к чему сама готова. Я могу... Подождать. Ник, ты переспал со мной и потом не звонил целых шесть дней. А для меня это настоящая пытка. У нас был такой невероятный чумовой секс, и вдруг ты пропал, и все. Ты перестал пить кофе? Лола, прости меня. Ничего. Ведь я узнала твой секрет. Да? Это очевидно. Иначе ты бы не мог знать то, что знаешь. Это вовсе не очевидно. Ник, перестань. Ты всегда знаешь, что я чувствую. Ты очень чуткий. Думаешь, как женщина. Говоришь, как женщина. Ник, признайся. Просто ты голубой, вот и все. Разве? О, нет. О, нет. Ты должен мне сказать, потому что та наша ночь, она вернула меня к жизни. Голубой или не голубой? Скажи, что ты голубой, и я не буду сходить с ума. У меня есть на примете другой парень, только скажи это, Ник. Хорошо. Голубой. Насколько? О, голубей не бывает. Ты еще встретишь мужчину своей мечтой. О, поскорей бы. Прости, я плачу. Если вдруг в твоей жизни что-то изменится. Ты узнаешь первый. Обещаешь? О, да, обещаю. Иди ко мне. О, боже. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...